категорически приветствую всех на моем канале я дядя вова и сегодня будет обзор велосипеда пока мы начинаем с этого вот товарища котов сегодня и кошек не будет будет вот мой помощник сегодня вот такой вот голубь ну с голубем разобрались теперь будем разбираться вот с этим вот красавцем это опять велосипед canandale на этот раз уже шоссейник ни разу не легкий так canandale 6 что мы имеем на борту значит но сначала про сам борт это карбон карбоновый углерод у нас рама карбоновый углерод у нас вилка значит карбоновый под сидел с 2 так называемый значит вы нас у нас штатный не карбоновый c3 canandale нумерует свои изделия таким вот образом c3 у нас штатный руль из алюминиевого дюраля ну что еще можно сказать проставочки у нас тоже карбоновая и с карбоном вот c2 с карбоном мы там все значит в общем впечатление в общем о велосипеде велосипед реально резвенький едет быстренько шустренько значит я бы даже сказал он такой летучий он летит значит сейчас я перейду вот так вот значит он аэро невзирая на то что у него такие вот достаточно толстые трубы и рулевого стакана и передние вилки они например толще чем моем велосипеде и сам стакан вот здесь вот выше где-то на сантиметра 45 вот значит ну что велосипед легкий велосипед накатистый весит 8 килограмм и у него на борту давайте с чего мы начнем ну например начнем с переди значит у него как мы видим но веско идет с рам ревал вот так вот карбоновой ручки и вот эта педаль переключения так называемая значит с рам тормоза что передний что задний очень зацепистые то есть так как я ехал тормозит прекрасно что мне нравится именно позорных этих тормозах мы имеем ну во-первых left right направление движения и имеем вот такую вот регулировку то есть в шимана этого уровня 40 агро таких вещей нету ну и нету карбоновых ручек на пистолетах так с этим мы рассмотрели намо . на руле тоже срам и вот что интересно такая вот светоотражающая заглушка тоже срамовская и это достаточно стильно значит ну вы нас их не я про него ничего не могу сказать вот так вот 4 болтовой и мы видим кучу всяких циферок и наметок для того чтобы правильно его выставлять под себя ну что руль руль удобный хороший руль в принципе ничем он особо не отличается что мне понравилось мы значит хват на руле хват на пистолетах прикольный ну вот это кто знает кто любит с раму дала штучка доставляет значит переключение спереди вообще ну приятное информативное сзади нужно немножечко привыкнуть понятно такой же четырехпозиционные как и везде переключение в срам производится посредством вот этой вот одной педальки рычажка так правильно назвать для того чтобы сбросить мы делаем одно нажатие одно нажатие это сброс и длинное нажатие это подъем наверх к этому надо привыкнуть тем кто катает на шимана значит это несколько непривычно это что касается ну с левой стороны значит по поводу переключения что хочу отметить ну сами пистолеты приятно лежат в руке кто любит срам тот понимает меня я люблю срам мне нравится значит торможение понятно таким образом осуществляется переключение это у нас сброс вот так вот двойной щелчок это подъем очень тяжелый такой сброс сбросить можно за раз только на одну звездочку сзади а поднять можно на три но для этого нужно вот так вот вот так вот выворачиваться что не есть естественно что не вот так вот Собственно происходит переключение Я не знаю что тут было видно На видео Значит вот что мы имеем Такая вот проводочка тросов В принципе проводочка мне нравится И вот так велосипед выглядит спереди Значит вот эти вот Доставляют мне вот эти вот вещи Которые служат для регулировки Натяжения троса И доставляет правильная вот эта вещь В других велосипедах в этом месте Приходится колхозить, что-то клеить Придумывать Значит у Canon Dial 6 Здесь все нормально То есть рубашки тросов Не царапают раму И это в принципе правильно Так что мы не рассматривали Значит мы не рассматривали Такие вещи Саму раму надо показать Значит сама рама Имеет здесь вот Более тонкая И вперед идет более толстая Здесь имеется ввиду Вот такой вот Я не знаю как правильно назвать Значит нижняя труба Если можно назвать так Ну так Карбоновая труба Имеет тоже треугольный Такой профиль Который все больше скругляется К каретке Вот мы подошли к каретке BB-30 BB-30 Как правильно И ФСАшному Значит ФСАшным передним звездочкам Расчет здесь у нас идет 50 на 34 Что в паре Значит Что у нас сзади 12 25 Вполне хватает Для того чтобы Подняться Ну чуть ли не в любую горку Ну так как Катаются простые люди Понятно Там Какие-то сверхвысокие горы Надо Что-то думать Значит Что могу сказать Про кареточный узел Достаточно жесткий Я Кстати Впервые давал Вот так вот Жару На карбоновой раме Так BB-30 Кареточный узел Достаточно жесткий Нигде ничего не гуляет Нету никакого пластилина Все значит четко Все так как положено И в принципе Мне Мне все это понравилось Передние переключения С рам Ревал Перекидка Переключает Тоже прекрасно Так Перескочил я Почему-то на перекидке Хочу продолжить Про раму Значит Вот эти нижние перья Имеют Вот такую вот Выгнутость Значит Верхние Или как наклонные Они более прямые Вот И сзади У нас Вот такой вот Хитрый профиль Который Ну делают Многие На шоссейных велосипедах Вот так вот Что я еще не сказал Фирменный ихний Зажимчик Вот такой вот у них Подсиделки Нандейл С2 Эта часть Понятно Из карбонового углерода Ну и Сидушка О, сидушка Это Как мы все видим Физик Орионы Сидушка достаточно удобная Сел и поехал Ну Хвалят и говорят Что есть Физик Химик Там Брукс И другие Велосипедные седла Ну я не знаю Еще хвалят Сали Италия Но как бы Все спортики Все Тур де Франсики Они ездят Именно вот На вот таких вот Физиках Которые я называю Химиками И вот Ну что могу Могу только хвалить Так У нас остались Педали Про педали Будет отдельное Отдельное видео Ссылочка на него будет Педали здесь стоят Ужасные Надо будет ставить Свои Вот Потому что Ну как бы Ну это печально Остановимся На этом вот Узелке Узле У нас имеется Значит Кассета Шимана Дюра Айс На 10 звездочек И Задние Колеса Которые вот Интересны Это РС 80 Здесь мы видим У них кучу Всяких Разрешений Там Как все круто Значит 622 на 15 Си И Они Карбоновые То есть Вот эта вот Часть Карбоновая Значит Место Где торможение Дюралевое Также имеем Такую вот Красивую Втулочку И мы Имеем Колеса С Тьм блин Спицы Простите И мы имеем Спицы С аэропрофилем Что тут еще Интересно Значит Вредштейн Резина Я раньше Не думал Что они Выпускают Для велосипедов Резину Я думал Всегда Что это Только автомобильная Гома Но тем не менее Так Переднее колесо У нас VH550 От того же Шамана Тоже с Аэропрофилем Спицы Вот так вот Выглядит Она Да Так и написано VHR550 R это очевидно Роад И вот У него Такой интересный Профилечек 16 На 20 Спиц У нас Если я не ошибаюсь Также у нас Есть Беспроводный Компьютер Циклу Как я его Называю Калькулятор Значит Вот он Прямо На борту И У него Три кнопочки В принципе Я бы его Вынес сюда Потому что Мне было Не совсем Удобно Ну что он Показывает 15.6 Среднее Это время Это 10 минут Я ехал От дома И проехал 2 72 километра Цвета Что такое Где Там Он еще Писал Максималку А 41.8 Ну пусть Так Хорошо Ехал Я вон Там Вот По тех Дорогах Ну как бы Все На этом Все Я думаю Сказал Про велосипед Все Он продается Макс его Хочет продать Потому что Макс Не шоссер К покупке Рекомендую Вот Не знаю Если бы я его Купил У меня Были деньги Купить Я переставил бы Только педали Вот И катал бы Точно так же На этом Canon Dial 6 Из карбона На навеске Срам Ревал Ну что На этом Все Благодарю За внимание Благодарю Что досмотрели Мое видео Ставьте палец Вверх Как они там Лайки Маламуты Мне нужны Ваши лайки Маламуты Сибирские хаски И прочие Прочие собачки Ну а так же Лютый бешеный Репост Всего хорошего